Жень, может, сначала вы все равно стоите, может, сначала вопросы позадаете, а? Вот, видишь, я же сейчас сразу сказал, и пару лары, и все, и так время пробежит. Если у меня, вот относительно того, что сейчас происходит, опять-таки же, у многих людей такое замешательство присутствует, на кого ориентироваться, куда смотреть, где искать те подсказки, которые нужны для того, чтобы делать правильное вложение, и что делать каждый день, простые какие-то такие движения, для того, чтобы трейдер, ну, действительно, получал результаты. Ну, это, смотри, давай разделим, инвестиции делятся на четыре составляющие. Первый, мы уже три дня обсасываем, это трейдинг. О трейдинге мы ничего не будем говорить, потому что все люди, которые сегодня присутствуют на нашем мероприятии, они о трейдинге там в меньшей степени или в большей степени знают определенную речь. Вторая составляющая, это инвестиции. Я сейчас о ней расскажу, там, на самом деле, все предельно просто. Я расскажу, на что делятся по-простому инвестиционные параметры. Третье, это реальные бизнесы, да, у нас с Иваном есть реальные бизнесы, да, то есть мы очень сильно диверсифицированы, то есть у нас есть определенные вещи, там и роботы есть, и... Иван сегодня о проектах рассказывал, которые у нас есть, у нас есть проекты, которые мы с Иваном ведем за свои собственные персональные деньги и не берем вообще никаких денег извне, потому что нам своих денег хватает. И четвертое, это инвестиции. Вот эти четыре вещи, по сути дела, они абсолютно разные, я могу о каждой рассказать. Вы хотите здесь присутствовать или вы отключаетесь, я буду сам рассказывать. Договорились? Хорошо, по рукам. Все. Всем огромный привет, как я уже сказал, у нас... Сейчас, одно исходное. Меня нормально, все видно, слышно, поставьте плюсики. Отлично. Итак, как я уже сказал, у нас есть четыре составляющие. Значит, первая составляющая трейдинг, о нем мы говорить не будем, да, мы... Итак, с утра до вечера о нем говорим, и кто в компании Герчкин Ко, и вы о трейдинге, там, энные параметры знаете. Второй параметр – это инвестиции. Смотрите, инвестиции делятся на две составляющие. У меня обе составляющие есть. И одна, и вторая. Я расскажу конкретно. Одна, будем говорить, так, идея... А, сейчас. Все? Отлично? Окей. Одна составляющая... Сейчас, все нормально, видно, слышно, да? Все, фокус есть. Значит, одна составляющая, как я уже сказал, на простой трейдинг мы не будем трогать. Мы возьмем две составляющие, которые именно... Я, скорее всего, просто вкратце расскажу, а вы лучше потом подготовьте вопросы, чтобы вам было интересно. Притом, можете меня спрашивать и про недвижимость, и в России, и в Америке, и везде. Значит, я вам просто расскажу. Значит, инвестиции, и Миша о ней вчера рассказывал, они делятся на две составляющие. Первое. Вы покупаете какие-то индивидуальные акции. То есть, вы смотрите, например, что очень хорошо сходило, или наоборот, что не сходило. И в то, что вы хотите проинвестировать, например, в технологический сектор, или еще что-то. Это имеет определенную проблему. Почему? Для того, чтобы отбирать, например, акцию, нужно как минимум разбираться. А первое, в каком секторе эта акция. Второе, фундаментально, что с этой акцией происходит. То есть, вот эти две вещи вы должны понимать. Если вы хотите фундаментально инвестировать. Что делал в свое время Моррен Баффетт? У него есть очень хорошая система. У меня есть в одном из моих счетов, я когда ребенку своему открывал пенсионные накопления, будем говорить так, не пенсионные, а школьные накопления, и мои пенсионные накопления, там все предельно просто. Что вы делаете? Вы выбираете энное количество акций, и каждый месяц вы инвестируете. Давайте я вам детально расскажу. Значит, я вчера рассказывал про одного из своих программистов, который по совместительству был трейдер. Николай в свое время, когда пришел ко мне в далеком 2010 году, у него все предельно было просто. Он, значит, торговал на российском рынке, но это нельзя, наверное, назвать торгами. Что он делал? Он покупал только голубые фишки, которые платили дивиденды, ну и не только голубые, некоторые акции со второго эшелона на российском рынке платят дивиденды, и ровно первого числа, каждый месяц, когда он получал, например, там свою зарплату или аванс, как вы знаете, в СНГ всегда платят сначала зарплату, сначала аванс, потом зарплату. То есть два раза в месяц вы получаете свои деньги. И что он делал? Он, например, каждый месяц, он единственное, что никогда два раза в месяц не инвестировал, потому что это чаще часто, и так не надо делать. Он по-простому что делал? Каждое первое число он клал определенную сумму, по тем временам, насколько я помню, это было 10 или 15 процентов, от того, что он зарабатывал, он покупал одни и те же бумаги. То есть в долевом участии, в долевой пропорции абсолютно одни и те же бумаги покупались. Это стратегия, на которой в свое время заработал первый капитал Воррен Бафф. Все было предельно просто. Он рассчитывал на то, что акции, ему абсолютно было все равно, сколько стоит бумаги, ему абсолютно было все равно, из какого бумага сектора. Самое главное, чтобы акция платила дивиденды. Задача была предельно простой. Каждый раз, когда эта компания платит дивиденды, дивиденды реинвестировались обратно в рынок, то есть только абсолютно так же. То есть, например, компания заплатила дивиденды, и на эти деньги по простому долевое участие полностью делилось и покупались обратно акции. Это сводится все к тому, что приблизительно, мы с Колей считали, что приблизительно где-то через 10-12 лет дивидендной доходности становится достаточно много для того, чтобы больше не нужно было инвестировать свои собственные деньги. То есть, это по-простому то, что вы делаете, идет на пенсию. Есть определенные минусы в этом. Смотрите, какие минусы есть. Например, особенно на американском рынке, такой минус произошел с компанией General Electric. Лично была такая вот ситуация, когда показали одного человека, который потерял, по сути дела, 75% накопления и остался без средств к существованию. Расскажу про этого человека. Это был обыкновенный американский человек, который работал на компанию UPS, United Parcel Service. Это компания, как Federal Express, которая занимается доставкой грузов, в основном такие малогабаритные, конверты, письма и все остальное. Этот человек, по-простому, каждый раз, когда перед тем, как он ушел на пенсию, он покупал акции компании General Electric. Значит, у него набралось приблизительно на 750 тысяч долларов, когда акции стоили по 35 долларов. General Electric, когда платил что-то в районе 4-4,5%. И что произошло? Приблизительно у него была своя пенсия по выработке лет. На производстве плюс у него от General Electric он приблизительно получал 4% годовых, это приблизительно еще 32-33 тысячи долларов в год, еще экстр-трешка, и он себе очень комфортно жил. То есть у него получалось, что пенсия от UPS у него была очень неплохая, там в районе 3 тысяч долларов, плюс он получал за пенсионное накопление порядка 6 тысяч суммарно. Это шикарная пенсия для пожилого человека, там 68 лет ты выходишь на пенсию, у тебя практически всегда все выкуплено, там у тебя выкуплено жилье, у тебя все есть, у тебя ничего нет, у тебя есть Common Charges, как говорят в Америке, то есть какие-то постоянные расходы. И эти постоянные расходы там у него были, например, там, если у него бассейн был, плюс там электричество, электроэнергия, расходы на медицину обычно у тебя покрывает государство, потому что у тебя есть страховка, и по сути дела у него все было нормально. В какой-то момент акции General Electric очень сильно упали, вот это и есть так называемая такая опасность. Акции General Electric упали с 30 долларов, упали до 5, и компания убрала дивиденды. У этого человека там 750 тысяч, по сути дела осталось приблизительно где-то 200 тысяч, потому что там все упало процентов приблизительно на 70. По-моему, 180 тысяч у него осталось, и он полностью потерял дивиденды. Что это значит? Первое, вы должны обязательно диверсифицироваться. Есть такие компании, как Coca-Cola, такие компании, как Pepsi-Cola, такие компании, как AT&T, которые платят очень давно и очень долго платят дивиденды. Это компании, которые, по сути дела, занимаются очень хорошими бизнесами, у них огромные прибыли, потому что у General Electric последние 5-7 лет были очень плохие, и они теряли деньги. Был вопрос только времени, кстати, еще там несколько лет назад, мы даже с студентами шартили General Electric по 30 долларов, потому что компания фундаментально плохая. Рано или поздно фундаментал начинает отыгрывать, и акция, по сути дела, если у нее все плохо фундаменталит, она начинает иметь проблемы. То есть, если вы хотите создавать какой-то дивидендный портфель, неважно, вы торгуете российский рынок или американский рынок, обязательно он должен состоять из голубых фишек. Объясню, в чем проблема. Дело в том, что большое количество людей, вот смотрите, давайте я вам просто приведу так называемый пример, и вы все поймете. Так, сейчас я вам покажу, дорогие друзья, примерчик. Если видно картиночка, поставьте плюсики. Я не рассказывал по Ларису Морозову, хотя Лариса Морозова объясняет про дивидендные бумаги. Абсолютно нормально. И обычно, обычно рекомендуют откладывать где-то приблизительно 10% доходов, если доход низкий. Если доход высокий, например, когда вы зарабатываете много, и вы много денег не тратите, можно, например, спокойно ставить 20%, да, то есть в зависимости от вашего дохода. Если у вас доход высокий, и вы не тратите больше 20%, например, денег, можно откладывать. Вы же всегда можете забрать. Самое главное две вещи, чтобы была ликвидность, да, то есть деньги должны обязательно быть ликвидны, и акции должны быть хорошие. Сбербанк, Газпром, тем более сейчас по-простому российское законодательство показывает о том, что крупные российские компании должны больше денег отдавать на дивиденды. Теперь давайте я вам покажу, в чем состоит большая ошибка людей, которые пытаются вкладывать дивиденды. Вот смотрите, внимательно, я вам включу просто скринер. Мы, естественно, в первую очередь давайте посмотрим компании, которые платят очень высокие дивиденды. Такие компании есть, вот смотрите, внимательно, давайте посмотрим компании, которые платят больше 10% дивидендов. То есть такие компании 300 штук, да, такие компании 300 штук. Это компании, которые платят больше чем 10% дивидендов. Они действительно есть. Видите, мы поставили дивиденды больше, чем 10%. Дальше давайте посмотрим компании, которые мы сейчас пройдем, которые действительно будут иметь проблемы. Смотрите, видите, тут большое количество компаний, которые вообще не торгуются. Вот видите, ETF есть, которые торгуются 3000 акций. То есть они могут платить огромное количество дивидендов, но вы никогда в жизни не выйдете из этой компании, или вот акция, видите, 10 тысяч торгуется всего. То есть вы никогда в жизни не сможете взять в этой компании нормальную позицию. Дальше представьте себе, давайте поставим только американцев. Видите, у нас ушло 40 компаний, остались только американские компании. Видите, самые большие компании, которые платят дивиденды, это то, о чем я вчера рассказывал. Это Real Estate Investment Trust. Что это такое? Это компания, которая занимается недвижимостью. И нефть, видите? То есть практически Real Estate Investment Trust и нефть. То есть это компания, которая платит больше всего. Но здесь есть одно но. Видите, вы можете просто назвать и говорить, о, Real Estate это плохо. Нет, Real Estate не всегда плохо. Объясню почему. Например, есть компании, есть компании, которые имеют большие проблемы. Вот давайте посмотрим, возьмем Real Estate Investment Trust, AGNC, компания очень большая. Видите, 13 долларов она стоит. Давайте посмотрим, что у них происходит. Итак, видите, маркеткеп очень большой. Компания теряет деньги, но платит дивиденды. Первое, что вы должны здесь посмотреть, в первую очередь, это самое главное, в каком секторе недвижимости, в каком секторе недвижимости находится эта компания. Итак, смотрите внимательно. Например, вот давайте посмотрим. Operate Real Estate Investment Trust in the United States, the company invests residential mortgage, pass through securities, the collateralized mortgage obligation, for which principle and interest are guaranteed by government. То есть эта компания хорошая. Чем она хорошая? Смотрите внимательно. Я понимаю, я на английском читаю. Дело в том, что первое, она 90% всего, что она зарабатывает, она отдает на дивиденды. И все, по сути дела, деньги, которые она зарабатывает, гарантированы государством. Видите? То есть она делает так называемый government sponsoring. То есть государство спонсирует. То есть, по сути дела, там, где государство спонсирует, и collateralized mortgage. Это значит, что у них есть collateral. Что такое collateral? Это залог. То есть эта компания, по сути дела, не берет какие-то большие риски на себя. Они, по сути дела, получают хорошие деньги из-за того, что они, у них, по сути дела, все либо гарантировано государством, и второе, они все имеют залоги. То есть это абсолютно нормально. Видите, акция практически никуда не сильно не растет, не поднимается. И видите? То есть компания очень хорошая, очень высокие дивиденды. Одно-ка маленькое «но». Видите? Вот. Вот эта цифра ужасная. Эта цифра очень плохая. Компания потеряла очень много денег. Видите? Очень много денег. Поэтому эта компания, по сути дела, очень опасная. Если они урежут дивиденды, то, по сути дела, вы потеряете, можете потерять 50-60% от стоимости инструмента. Теперь давайте посмотрим, что действительно хорошее. И что платят нормальные дивиденды. Во-первых, скорее всего, просто давайте поставим дивиденды там больше 5%, но поставим компанию, которая имеет большой маркеткер. Мега. Видите? Одна. То, о чем я говорил. Это AT&T. У AT&T, давайте на AT&T посмотрим, очень высокий дивиденд, шикарная компания. Я думаю, что никогда эта компания не будет иметь проблемы. Я очень люблю AT&T. 6.7%, 250 тысяч человек работает. Это одна из самых крупных компаний вообще в своем секторе. Компания на самом деле зарабатывает деньги, посмотрите внимательно, 14 миллиардов на сейл 179. То есть, в компании очень высокая маржа для их индустрии. Видите, все нормально идет. Компания не сильно растет. То есть, даже если вы будете там потихонечку ее подкупать, да, потихонечку, вы можете себе создать очень хороший портфель компании, которая платит очень высокий дивиденд. Да, дальше, дальше. Если компания, по сути дела, будет даже падать в цене, то есть, если квартальные отчеты упадут, то все равно будет очень высокий дивиденд. Дивиденды они урезать не будут, потому что эта компания, ну, такой, блучи-блучи. У компании огромное количество бизнесов. То есть, это не просто там компания, они занимаются и телевидением, и всем остальным. То есть, это компания номер один на листе должна быть. Идем дальше. Давайте посмотрим large. Видите? О, тут уже порядка 40 компаний. То есть, это компании очень большие, но компании, в которых есть, видите, очень большие, большое количество, это как раз компании, которая занимается недвижимостью и нефтью. Если вы смотрите компании, которые занимаются недвижимостью, видите, вот diversify, к примеру, да? Давайте посмотрим эту компанию, просто ради интереса. Видите? То есть, все видно в этой компании хорошо. С марта месяца компания удвоилась. Давайте посмотрим, какой недвижимостью они занимаются. Так. Проблема тоже есть. Видите? Они у них в Лас-Вегасе, МГМ-Кассино. Я бы очень аккуратно на нее смотрел. Если бы был вопрос, например, этой компании или AT&T, я, естественно, брал бы AT&T. Почему? Посмотрите внимательно. Видите? Сейлс 1 миллиард, доход 20 миллионов. То есть, очень-очень маленькая маржа. Против AT&T. То есть, в AT&T я, скорее всего, не лез бы. Вернее, я, наоборот, лез бы в AT&T. Следующее. Давайте посмотрим, что у нас еще хорошее есть. Давайте посмотрим, я просто не помню, сколько платит Кока-Кола. Давайте сейчас глянем, сколько платит Кока-Кола. Это компания, которая будет повечна. Я их очень люблю. У меня есть и Кока-Кола, и Пимси-Кола. 3,5% для разбавки очень хорошо. Шикарная маржа, просто шикарная маржа. Посмотрите. 37 миллиардов долларов на 10 миллиардов заработка. Огромная маржа, очень высокая. То есть, по сути дела, там маржа почти 40, 25%. Очень высокий маржинальный бизнес, очень хорошие дивиденды, шикарная компания. Вы можете покупать спокойно через любого брокера дивиденды. Давайте дальше посмотрим по Кока-Колу. Давайте посмотрим по Пимси-Колу. Шикарно тоже. Видите, практически идентично. Единственное, что маржа в Пимси-Коле чуть-чуть похоже. Но Пимси-Кола очень высоко диверсифицированная компания. Очень высоко диверсифицированная. У них есть и рестораны принадлежат, и все остальное. Эти-эти шикарные компании. Давайте сейчас посмотрим компании, которые действительно очень хорошие. Можно разбавлять, можно разбавлять компании, которые, например, имеют высокую дивидендную доходность. Давайте, к примеру, попробуем сейчас вместе с вами создать какой-то портфель. Первое, давайте посмотрим, разделим его на две части. 70% пойдет в суперкрупные компании, такие с маркеткепом очень высоким, там 200 миллиардов и выше, и дивидендами выше, например, 3%. Вот у нас, видите, JP Morgan, Coca-Cola, Novartis, шикарная компания, хоть она и иностранная, но Novartis шикарная компания, 3,5%. Очень высокая, видите, тоже маржа, практически приблизительно 15%. Компания просто шикарная, видите, очень хорошая, я очень люблю эту компанию. Очень хорошие дивиденды, 3,5%. То есть 70% можно построить на таких компаниях, как AT&T, Taiwan Semiconductor, я никогда с этой компанией не сталкивался, давайте посмотрим. Хорошие дивиденды, 5%, очень высокая маржа, видите, то есть вы должны искать бизнес, маржинально высокий, согласен с Василием Васильевичем, AT&T, недооценена, это действительно шикарная компания с очень высокими дивидендами. Обязательно должны смотреть в компании, чтобы был кеш, видите, и компании, у которых действительно большое количество кеша, это компании, которые очень хорошо и очень сильно будут выживать. Да, то есть дальше, можно сделать портфель, например, вот вам, пожалуйста, Verizon, шикарная компания, я очень люблю Verizon, очень люблю, 4,3% дивидендов, визи, шикарная акция, то есть я бы создал, действительно, 70% портфеля была бы Coca-Cola, Pepsi-Cola, Novartis, вот, пожалуйста, вам уже готовый портфель, JP Morgan, очень хорошая финансовая организация, шикарная маржа, посмотрите, 81 миллиард, на 28 миллиардов, то есть почти маржа в 30%, видите, огромная маржа, огромная, компания на самом деле широкая, шикарная, с очень высокой маржой и просто с огромным количеством кеша, компания, видите, продолжает расти, очень хорошие, фундаментальные вещи, earnings per share растут, то есть все, тфу-тфу, у этой компании очень хорошо, это хорошая, фундаментальная компания. И можно создать себе, будем говорить, так, давайте там уберем, давайте посмотрим компанию, которая имеет доходность выше 7%, видите, таких компаний 600, можно поставить компанию с маркеткепом, например, large, видите, 40 компаний с large маркеткеп, видите, я бы, как говорят американцы, stay away, видите, Италия, Колумбия, я бы поставил вот здесь только американские компании, потому что я не знаю, какая будет отчетность, вот у вас вышло 14 компаний, Exxon Mobil, шикарная компания, очень хорошая дивидендия, 7%, даже если цена с нефтью будет какая-то проблематичная и будет играться, можно брать Exxon Mobil, Exxon Mobil очень хорошая разносторонняя компания, видите, единственное, что, конечно, маржа у них очень маленькая, это приблизительно где-то, сколько получается, 3-2, 4% маржа, но очень высокие дивиденды, Exxon Mobil, шикарная компания, прекрасно понимаете, что Exxon Mobil не выйдет из бизнеса, Wells Fargo, я очень люблю Wells Fargo, хотя его очень сильно побили, очень высокая доходность, посмотрите внимательно, сейл 63 миллиарда, на инком 12 миллиардов, очень хорошая, практически 20% маржа, если вы видите компании с маржой, 15-20%, с очень высокими дивидендами, эти компании могут попадать к вам на лист, 100% Philip Morris, они сейчас называются, Altria Group по-другому, 100% Philip Morris, посмотрите внимательно, очень хорошая компания, очень высокие дивиденды, 8% дивиденды, да, немножко инком подкачал, не переживайте, это все равно очень хорошая компания, из бизнеса она, Philip Morris не выйдет, поэтому все будет хорошо. Так, с этим мы закончили. Дальше, следующее, если вы не можете отобрать, и вам не нужны индивидуальные какие-то акции, следующее, что вы можете сделать, это инвестиции ETF-ы. Да, сейчас я вам покажу основные ETF-ы, одну секундочку, мне еще приходится за, за моими акциями смотреть, это правильно молодой человек сказал, что отвлекает меня, сейчас. Да, в рынок, потихонечку, не хочет больше пока идти вверх. Если вы видите, ставьте плюсики. ну там пока слив, слив еще не продолжается, это всего полтора, это полпроцента, это нормальная волатильность. Посмотрим, потом на S&P глядя. Если видны плюсики, ставьте. Трейдинг в прямом эфире у нас есть, но, к сожалению, за деньги. Трейдинг у нас есть в прямом эфире, за деньги у нас есть раз в три месяца недельные торги. Просто интересно, сейчас одну секунду, если кто-то у нас был на, у нас есть недельные торги пять дней подряд, мы со студентами торгуем, я торгую, торгую Джором, мы торгуем все рынки. Кто у нас был на буткемпе, на недельном, поставьте плюсики, кто у нас был на буткемпе, я уверен, что такие люди есть. То есть давайте я вам покажу, просто видите, SPY, SPY, видите, вот у нас здесь люди есть, кто у нас был на буткемпе, да, буткемп у нас очень крутой, видите, SPY на самом деле ничего нету такого, да, ну, то есть пока, тьфу-тьфу, ничего плохого нету, не за что пока сильно переживать, сильно ничего такого не происходит. Так, у нас есть основные индексы, основные ETF, IWM, это Russell 2000, Russell 2000, это все маленькие компании, да, это все маленькие компании, в основном, Russell 2000, это маленькие быстрорастущие компании, QQQ, это NASDAQ, видите, NASDAQ все равно очень хорошо держится, то, что я и сказал, видите, NASDAQ находится в хаях, да, не смотрите всегда на SPYDER, посмотрите внимательно, да, нет, инвесторы, это абсолютно нормальная каста, я ничего против инвесторов не имею, у меня есть у самого инвестиционные профили, вот, посмотрите внимательно QQQ, видите, QQQ растет, QQQ ничего плохого нету, видите, вот QQQ, это NASDAQ, NASDAQ 100, он очень хорошо держится, практически падения нет, мы находимся выше вообще вчерашних уровней, видите, то есть SPYDER это SPYDER, QQQ это QQQ, и еще есть, как я уже сказал, SPYDER это S&P 500, то есть, по сути дела, кто не хочет инвестировать в индивидуальные бумаги, можете инвестировать, например, в ETF. Вчера Миша вам показывал портфель, я вам сейчас просто одну вещь сделаю, сделаю специально для вас подарок, за который мы обычно берем деньги, сейчас я вам покажу, одну секунду, сейчас, если я найду, да, давайте я вам сделаю подарок, такой, сейчас я вам покажу, мы для крупных клиентов делаем это, но это очень индивидуально, сейчас я вам это покажу, можете, пожалуйста, сфотографировать, это мы готовили для очень крупных клиентов, то, что вчера показывал Миша, похожие, да, мы сделали немножко другое, мы взяли, это мы делали, видите, для одного крупного клиента, 5 миллионов долларов, это действительно, ну, то есть, я вам просто показываю конкретно, от себя, что есть, пожалуйста, можете сфотографировать, воспользоваться с этим, видите, что есть, это даже все в процентных долях, есть все абсолютно подсчитано, и здесь немножко другая, мы пошли немножко другим путем, мы взяли портфель Далио, и немножко его модифицировали сами, но мы не такие же тупые, правильно, чтобы все повторять, поэтому взяли портфель Рейдалио, и, по сути дела, модифицировали абсолютно по-своему, да, я просто вам покажу, что здесь есть, видите, здесь даже коды есть, мы готовили конкретно презентацию, купили этот портфель, портфель оказался очень устойчивый, единственное, что мы делаем, мы его активно торгуем, что это значит, мы его нивелируем иногда спайдером, или нивелируем его иногда вексом, то есть если мы видим, что рынок очень сильно растет, и мы видим, что, например, портфель очень сильно вырос, а цифры здесь были очень хорошие, здесь получалось, просадка всегда меньше, чем просадка на рынке, если заработок, то заработок больше, чем на рынке, видите, можете посмотреть, что это такое, видите здесь VTI, это полностью акции фондового рынка США, То есть, что это значит? Это как раз ETF, в котором заложено и Spider, и IWM, и Russell 2000, и QQQ. То есть, вам не нужно отдельно покупать там Russell 2000 или что-то другое. Видите, это полностью есть портфель, который заложен. Дальше. Видите, TLT. 20-летние облигации, долгосрочные облигации. Скорее всего, что долгосрочные облигации и среднесрочные облигации я бы делал в меньшем количестве, потому что у них сейчас очень низкий процент. И обязательно золото, и видите, PowerShares, Yield Diversification. То есть, видите, это как раз все. Металлы, нефть и прочее другое. Как этот портфель работает? Видите, я вам показываю полностью как бы секреты. Значит, как портфель этот работает? Если что-то очень сильно сходило, то мы его меняем на то, что очень сильно упало. Что у нас было и что у нас очень сильно выручило. Когда очень сильно поднялся спайдер, мы вышли из спайдера и зашли в нефть. То есть, идет, видите, перестановка. Здесь полностью есть перестановка. Видите, в облигациях, в облигациях, видите, TLT. Очень много было, процентовка постоянно меняется. То есть, что здесь происходит? Когда в S&P, например, вот здесь, в VTI, очень сильно идет рост рынка, то, по сути дела, покупается противоположная позиция по нефти. То есть, здесь очень сильно повезло, что рынок S&P поднялся, а рынок нефти упал. Поэтому мы вышли, мы вышли из S&P и переложились в нефть. Ну, по сути дела, я вам показал все секреты. Теперь, коротенько, я так понял, у меня есть 7 минут, расскажу вам о недвижимости. Значит, я считаю, что цены на недвижимость упадут. Во-первых, я еще 2 месяца назад выступал и рассказывал, что цены на недвижимость упадут. Цены на недвижимость уже упали. Просто, чтобы вы понимали, в Манхэттене просадка больше 40%. Ну, это понятно, это первое, ковид. Второе, люди поняли, что когда проблема, они не могут выйти из квартиры. Стали покупать загородные дома. Второе, это рынок был очень сильно перегрет. Третье, некоторые люди потеряли работу. И на рынке недвижимости, именно на ритейлеровской, не ритейлеровской, а как это по-русски будет сейчас? Жилой. На рынке жилой недвижимости произошел очень сильный спад. То есть, рынок недвижимости жилой упал приблизительно где-то порядка на 40%. И я бы Манхэттен не покупал. Если вы хотите проинвестировать, подождите еще, я думаю, месяца 2-3 и начнутся проблемы. Я считаю, что рынок просядет, особенно рынок коммерческой недвижимости. Почему? Потому что старые, знаете, есть такая смешная история, я вам рассказывал, да, сексуальная революция. Что такое сексуальная революция? Это когда низы не хотят по-старому, а верхи уже не могут по-новому. И я считаю, что коммерческая недвижимость упадет. Почему? Потому что будут уходить крупные компании, которые не захотят больше быть в коммерческой недвижимости. Смотрите, что сейчас происходит. Сейчас очень многие компании, включая Google, включая Facebook, включая Apple, они начинают понимать, что можно спокойно держать всех людей на удаленке и зарабатывать больше денег. То есть все, кто работает сейчас на удаленке, они увидели, что человека можно полностью контролировать. То есть ты просто видишь его экран, ты видишь, сколько часов он работает, технологии сейчас позволяют, у тебя есть зуми и все остальное. Ты берешь, просто поспущаешь, сидит один человек, который ставит тебе программку, да, будем говорить, так это не программа, а шпион. А человек конкретно видит, сколько часов ты провел за компьютером, сколько ты напечатал, какое количество знаков и все остальное. То есть, по сути дела, ты можешь полностью контролировать своего сотрудника. А, ты можешь полностью контролировать его выхлоп. И очень многие крупные компании сказали, слушайте, ребята, зачем нам на сегодняшний день вот эту недвижимость всю там арендовать, колоссальные космические деньги. Давайте будем элементарно просто давать людям работать. А вот просто, чтобы вы понимали, у Фейсбука 55% людей на сегодняшний день работает удаленно. Это там пока первая цифра, которую я видел. 55% людей у Фейсбука работают абсолютно удаленно. И это показывает то, что многие компании, скорее всего, будут идти в эту сторону, потому что это компании-показатели. И очень многие будут просто уходить. Дальше вы должны понимать одну вещь, что ритейлером, компанией, которая занимается именно продажей ритейлеров, то есть одеждой и все остальное, им пиздец. По одной простой причине. Сейчас будут выходить лимитации, такие, например, что количество людей в магазине, вы же понимаете, не будет таким же, как было раньше. Зара закрывает 100 магазинов. То есть они прекрасно понимают, что если в Заре, вы понимаете, кто когда-то был в Заре, яблоку негде было упасть, да? Потому что покупали якобы там дизайнерскую одежду за релетивы, недорогие деньги, то вы должны понять одну вещь. Зара не сможет, потому что их просто засудит потом. Человек придет в Зару, заболеет и будет судить потом Зару. Да, эти компании, которые имеют большую ответственность, лая белый, это очень большое. И Зара закрывает 100 магазинов, там компания Pierre Radin вышла из бизнеса, компания JCPenny вышла из бизнеса. Большое количество ритейлеров выходит из бизнеса, потому что они не смогут обслуживать такое количество людей. Это значит, что аренда, будут освобождаться огромное количество площадей и на рынке, имеется в виду, на рынке выйдет большое количество недвижимости, которое будет переоценено. А, коммерческая недвижимость, у кого она есть, коммерческая недвижимость оценивается мультипликаторами, о которых я вчера рассказывал. Поэтому мое мнение, коммерческая недвижимость упадет, где-то жилая недвижимость тоже упадет в каких-то районах, но в каких-то районах она обязательно поднимется. Например, Флорида стала очень сильно подниматься, потому что из крупных городов люди стали, не хочу это слово говорить, бежать, но люди стали убегать. Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон, Нью-Йорк. Из крупных городов люди начали уезжать в Майами и, по сути дела, рынок Майами сейчас бумается. Покупают дома, потому что люди не знают, что будет, люди не хотят жить в такой обстановке и в такой конъюнктуре, которая не находится сейчас. Поэтому, скорее всего, где-то загородная недвижимость в моменте может подрасти, аренды 100% загородной недвижимости подрастут, а вот аренды жилой недвижимости и коммерческой недвижимости 200% будут падать и, естественно, это потянет за собой цены, потому что мультипликаторы по-простому будут плохие. Продолжение следует...